Сегодня мы устанавливаем силовые пороги РИФ на пикап Toyota Hilux 8-го поколения рестайлинг 2020 года. То есть это текущее поколение автомобиля, для которого компания РИФ изготовила стальные силовые пороги взамен пластиковых штатных. Процесс установки сейчас покажем, и о самом пороге подробно расскажем в процессе установки. Итак, скинули мы штатные пороги, которые представляют собой не самую прочную конструкцию из пластика и тонкого металла. И крепятся они к тому же на кузов автомобиля. И по сути это скорее декоративная защита и такая подножка, на которую можно встать, чтобы легче было залезть. Она немного прикрывает дверь, но функцию силового порога она, конечно, выполнять не может, потому что прочности не хватает. На бездорожье их легко погнуть, поэтому они и на бездорожье такие пороги в ровном виде долго не остаются. Мы же сейчас будем ставить новые пороги силовые РИФ. Их кардинальное отличие от подобных заводских решений в том, что наш порог не только силовой, выполняет силовую функцию, но и крепится непосредственно на раму, а не на кузов. Крепится он не хлипкими винтиками, а вот такими могучими скобами. Для того, чтобы продеть скобу в узкий проем, надо открутить сзади кронштейн, который держит трубки. Там довольно тесно, не так просто продеть. И сюда, соответственно, будет применчиваться опора. Это задняя опора. И кронштейн трубок прикручиваем обратно сразу же. Для установки передней скобы крепежной нам тоже придется открутить кронштейн, который держит трубки на днище, чтобы легче было эту скобу заводить. Вот эти трубки, нам их надо ослабить. Как видим, скоба просовывается под эти трубки. Собственно, именно для этого нам их надо открутить. А теперь мы, чтобы этот кронштейн закрутить, подкладываем под него шайбу, потому что и сейчас его не прижмешь, потому что трубка упирается в скобу. Трубки мы затянем уже в финале. Сейчас наша задача порог повесить, наживить его, прикинуть его расположение, прежде чем затягивать. Установка, в общем-то, незатейлива. Верхняя гайка крепления затягивается без проблем. А вот нижние гайки расположены вот так. Их перекрывает немного поперечины. И поэтому, для того, чтобы эту гайку закручивать, надо будет использовать удлинитель с карданчиком. А закручивать мы будем вот через это технологическое окно. Вполне себе закручивается без каких-либо проблем. Ну и финальная затяжка крепежа. Выставили, чтобы скоба стояла перпендикулярно. И теперь затягиваем. Установка, по сути, закончена. Заняла она у нас всего несколько минут. Порог с правой стороны ставится точно так же, только проще. Потому что с этой стороны не надо откручивать трубки, ослаблять кронштейны. Здесь все намного проще. И вот теперь с этими порогами уже можно смело повисать на камнях, на пнях, на перегибах местности, в колеях. Потому что эта конструкция, она уже так легко не сдастся. Собственно, а что делает ее силовой? Ну, во-первых, соответственно, это прочная труба с толщиной стенки 2,5 мм. Вот эти поперечины силовые, сваренные из 5-мм стали. Ну и, соответственно, мощный крепеж на раму, который уже так просто не оторвешь. То есть на этот порог уже можно встать там в пятером и устраивать на нем танцы. За этот порог машину можно поднимать речным домкратом. Для этого предусмотрены две точки. Собственно, клюв домкрата у нас заводится вот сюда. Подробности о том, сколько стоит и где купить, будут по ссылке в описании.